Что бы вы ни начали делать, ваш гений расцветает. Появляется безграничный взгляд на жизнь. Всё, что я знаю, это должно быть сделано. И тот, кто делает это, вкладывая всего в себя, познает удовлетворение. Намаскарам, Садгуру. Садгуру — мой отец из Южной Индии, и у нас очень непростые отношения. Я участвовал в Ралли Фориверс в качестве волонтёра. Мой отец был вне себя от гнева. Он сказал, это то, чем ты хочешь заниматься. Он попросил, чтобы я задал вам следующий вопрос. В чём заключается моя ответственность как сына перед родителями? А я хотел бы спросить вас, правильно ли я поступаю. В жизни нет правильных поступков. Если вы решите что-то сделать и вложите в это всего себя, это станет чем-то невероятным. Является ли это правильным? Является ли это самым лучшим? Когда ты спрашиваешь, правильно ли я поступаю, на самом деле ты имеешь в виду, является ли это самым лучшим, что можно сделать в жизни. В жизни нет чего-то самого лучшего. Всё, чем бы вы ни занимались, если вы вкладываете в это своё сердце и душу, становится чем-то прекрасным. Является ли это самым лучшим? Нет. Что же тогда самое лучшее? Самого лучшего просто нет. Такого на самом деле не существует. Что касается твоих обязательств по отношению к родителям? Скажи мне, для себя самого или для своих родителей, или для кого-то ещё. Не смотри на себя как на жителя Дели, или как на идиота, или как-то ещё. Ты лишь частичка жизни. Да? Сегодня ты здесь, но однажды раз и тебя не станет. И в чём же ваш долг перед этой жизнью и перед любой другой? Пожалуйста, скажите мне. Испытать жизнь в полной мере. Жить полноценно. Что значит жить полноценно? Наслаждаться каждым моментом. Вы очень непродолжительная жизнь. Вы очень короткая жизнь. Я хочу, чтобы вы представили себе знаете таких насекомых, летающих муравьёв, которые обычно появляются после дождя? Допустим, это вы. Только что появились, и раз — вас уже нет. Вот какие вы. Если сравнивать с вашей продолжительностью жизни, то жизнь насекомого выглядит совсем незначительной. Раз — и они исчезли. То же самое о вас думают и реки. Раз — и вас больше нет. Да или нет? По сравнению с жизнью реки, ваша выглядит как жизнь того насекомого, или даже короче. Не так ли? Вы не знаете, о чём думает насекомое. Но, по крайней мере, я хочу, чтобы вы подумали и поняли. Это чертовски короткая жизнь. И для тебя, и для твоего отца. И не нужно говорить о Южной Индии в негативном ключе. Как будто отец из Южной Индии — это что-то ужасное. Передай своему отцу, что я встал на защиту его южноиндийского происхождения. В индийской культуре люди всегда хотели иметь сына не потому, что нужно было передать бразды правления королевством, но потому, что они верили, что если у них будет сын, ведь девушка выйдет замуж и уедет куда-нибудь, а сын останется с ними и перед смертью отвезёт родителей в каше или в другое подходящее место и сделает всё, чтобы они достигли Мокти. Вот как здесь происходит жизнь. Потому что мы видели, что весь процесс жизни, её буйный полёт на какое-то время, а потом раз — это само по себе ловушка. предположим, вы вспомнили сто своих прошлых жизней, как вы появлялись, порхали, влюблялись, размножались в Южной Индии или в Северной, а потом — Каентостаном. Предположим, вы вспомните сотню подобных случаев. Разве всё тогда не станет бессмысленным? Только потому, что вы ничего не помните, всё для вас выглядит новым. Да? Так что твой основной долг по отношению к себе и своему отцу — просто напомнить им об этом. Правильно ли ты поступаешь? Я не знаю, сэр. Всё, что я знаю, это должно быть сделано. И тот, кто делает это, вкладывая всего себя, познает удовлетворение. Я не задавался вопросом, правильно ли я поступаю. Если что-то нужно было сделать, я уходил в это с головой. Потому что если вы ограниченная жизнь, страдающая запором, вы постоянно будете думать «Что мне делать? Чего не делать? В чём моя страсть? В чём нет?» Почему, чёрт возьми, вы не испытываете страсть ко всему? Почему? Почему вы не загораетесь страстью ко всему в этой жизни? Если вы загораетесь лишь чем-то одним, что это значит? У вас запор. Вот что это значит. Видите ли, дураки делают то, что им не нравится, и страдают от этого всю свою жизнь, потому что они думают, что это необходимо, или что это их долг? Умные люди делают то, что им нравится. Они наслаждаются своей жизнью в некоторой степени. Но гениальный человек умеет делать то, что нужно с радостью. Именно тогда ваш гений расцветает, потому что дело больше не в вас. Появляется безграничный взгляд на жизнь. Итак, каждый аспект этого ралли, или многое из того, что мы сделали, мне даже не нужно повторять людям, это должно произойти, это должно произойти. Что-то, конечно, говорить приходится, но всё остальное, я просто представляю в уме, и знаю, что это обязательно произойдёт. И это происходит. И это происходит.